Желание-то капец какое жёсткое на самом деле, мне очень не хочется это выполнять. Друзья, сегодня я вам предлагаю подписаться на одного очень интересного паренька. Несмотря на то, что у него серьёзная проблема с шеей, из-за которой он не может выпускать видео, озвучивая их, это не мешает ему делать качественный контент. На канале вы найдёте ланап за влотели, прохождение дивов без доната, а также различные туториалы. Ссылку на канал Марка17 вы найдёте в описании. Всем привет, дорогие друзья, всем доброго времени суток, с вами Герман. И сегодня мне кинули вызов. Мы принимаем бой. Друзья, сегодня я буду играть в лагер-матч, и самое жёсткое то, что мы будем играть не на монетки, не на денежку и не на что-то материальное. Мы будем играть на жёсткое желание. Проигравший должен будет выбрать на ноге никнейм соперника. То есть, чисто теоретически, вот на этой замечательной ноге может оказаться сегодня никнейм Фокса. Нет, ну сами подумайте, ну куда ещё жёстче выбрать на ноге никнейм соперника? Да, кстати, играть я буду с каналом на Фоксе, с Илюхой. Замечательный парень, ссылочка на него будет в описании под видео. Друзья, переходите и оценивайте его контент. Он действительно старается и делает всё довольно качественно. Я решил не менять ребят, которые принесли мне победу в прошлом лагере, и понадеюсь на них снова. И, в общем-то, остаётся только ждать приглашения от Фокса. Так, мы состыковались, я играю на выезде, и, ну, оранжевая, разумеется, форма, я почему-то не удивлён. Ну, давайте тогда я буду в белой. Ну что ж, друзья, смотрим состав нашего соперника. Ну, короче говоря, бразильцы, и вот этот персонаж на стрелье атаки меня дико пугает. И, несмотря на то, что пейс очень сильно пофикшен, но фифей 16, думаю, есть всё равно какой-то читерно-баговый. Поехали, первый тайм. Сразу нужно идти отнимать мяч, и, возможно, у нас это даже получится. Было бы неплохо так на первой минуте сразу же забить и чувствовать себя спокойно. Зонзи. И побежал. Ой, как побежал, хорошо открываться. Хотя я, по-моему, даже не просил его об этом удар первый. Не скажу, что очень опасный, но в любом случае Зонзи неплох. Кляши. Пойди попляши. Подача, наверное, вратарь, да, окажется первым. Ой, мяч остался. И пробуй пробить. Да почему-то в защитник это всё попадает. Лям, тихо-тихо-тихо-тихо. Догнал, догнал. Не ушёл мяч. Пробую лезть. Ай-яй-яй. Ну, Зонзи. Зонзи. Я даже не буду ничего говорить, друзья. Это просто офигительный гол. Просто нечувствующий. Вы когда-нибудь сбивали гол пяткой? А в Вагере играю на жёсткое наказание. Очень крутой гол. Я надеюсь, что так дальше оно и будет. Продолжаем матч. Тихо. Коноплянка. Женя, Женя. Да блин, да чё так прям в руки-то? Ёй, провал. А я знал, что будет отдавать. И... И немножко, да, чуть-чуть испугался я. Конечно, не немножко и не чуть-чуть, блин. Минут десять пятнадцать... Минут пять десять пятого. Четыре пять десять пятого утра. Вау. Чё-то мне не нравится. Это врата Бегович. Слава богу, ты решил всё взять в собственные руки. Ты молодец. Бегович снова ты на высоте. Женя Коноплянка прорывается по флангу. Будем уходить бербат спином. Ещё, ещё, ещё. Не пускает. Нет, не пускает уголой. Первый тайм закончился, друзья. И просто взгляните на это. Пока что я полностью владею инициативой. И вроде как бы мне не грозит это наказание. Но счёт-то, мать вашу, один ноль. Это значит, что и в любой момент я могу пропустить. И мои ноги могут пострадать. Желание-то капец какое жёсткое на самом деле. Мне очень не хочется это выполнять. Ой-ой-ой, начинаются вот эти вот привозы. Оффсайд был, офсайд я видел. Всё-всё-всё. Не-не-не, судишка, не фани. Защитникам отвалился. Не удивлюсь, если... Вот удивлюсь, потому что Бегович-то справился с ударом. Вот для этого и нужны такие вратари, которые имеют один момент и вытаскивают его. Вот Гризман отскочил. И Гризман выходит один на один, друзья. И здесь надо просто сохранить соперника. Да, это 2-0 и это точка, друзья. Я думаю, в этом матче. Потому что игра полностью была под моим контролем. Но счёт был 1-0. А теперь 2-0 и Антоша Гризман, скорее всего, делает всё для того, чтобы я не выполнял наказание. Виллиан, Виллиан, беги, мой друг, беги, мой друг. Бербацпин. Ай, кого ты хотел обвести этим Бербацпином? Удар! Вратари. Удар. Это для всех тех, кто прослышит Германа Фарыша. Женя. Отскочил Женя. А сейчас мы попробуем вообще сказку сделать в дальний угол. Женя белый чуть-чуть не хватило. Вот прям чуть-чуть. Женя. Женя первый на перехвате. Женя прокидывает мяч и Женя зарабатывает фолу. И причём довольно-таки жёсткий. Друзья, я думаю, пора забивать уже третий мяч. Поэтому поехали. Просто поехали. Приехали. 1, Виллиан. 1. Ну, откройся, Гризман. Пожалуйста, откройся. Хотя, Виллиан, ну, вроде как и так неплохо. Очень даже. Ну-ка, Виллиан. 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 Третий хотел сказать. Клади, но не кладёт Виллиан. Третий почему-то бьёт мимо. Победа! Просто победа, друзья мои. Счёт 2-0. И это наказание для Фокса. И на этот раз это, блин, чудовищное наказание. Серьёзно. Я давно так не стремался играть. Даже с Дэном, правда, в последнее время таких жёстких наказаний у нас не было. Сегодня я действительно был сильнее Фокса в этом матче. Поэтому по праву победил и по праву избежал чудовищного наказания. И я очень рад, что его не я выполняю. Но стоит отдельно сказать спасибо Фоксу за игру и выразить огромный респект за то, что он не побоялся сыграть не просто на монеты, ещё на что-то, а именно на наказание. Причём жёсткое. В общем-то, ссылочка, повторюсь, будет в описании под видео. Ну а мы, по традиции, переходим к упоротым ответам. Ну они же вам нравятся, да? Или нет? Или да? Ладно, поехали. Герман, а если мячик квиксель не Троналду, что ты сделаешь? Сколько весит килограмм асфальта? Весит все за и против, я думаю, что килограмм асфальта весит килограмм. Какой же пи***тый монтаж. Герман, у тебя есть девушка? Нету. Мне одному кажется, что часы сзади Германа и мяч сговариваются и скоро убьют Германа. Нас раскусили. Ага. Что ты делаешь в свободное время? Что, друзья, на этом, я думаю, на сегодня хватит. И если вам понравились упоротые ответы, то обязательно поставьте палец вверх. И если будет много лайков, то упоротые ответы будут жить дальше. Упоротые ответы жить. Ну-ну. По традиции, если вам понравилось это видео, то почему бы не влепить ему палец вверх и не подписаться на канал. С вами, как всегда, был Герман, который говорит, что... Который много чего говорит. Всем удачи, друзья. И до скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok